В Ленинском городском округе открыты два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19. Ранее сделать прививку от коронавирусной инфекции можно было только во взрослой поликлинике, расположенной в настоящее время на базе детской. Сейчас для удобства жителей в нашем муниципалитете функционируют три прививочных пункта. Это южная поликлиника, чтобы было уже удобно жителям Булатниковского поселения записываться сюда и приезжать на базе южной поликлиники проводить вакцинацию от COVID-19 и на базе Молоковской амбулатории. Молоковская в этой больнице для жителей, чтобы было удобно доезжать в Ладарского поселка, развилка, там же может и горки ленинские. Записаться на прививку можно через портал госуслуги МФЦ и через колл-центр Видновской районной клинической больницы. Необходимы условия – наличие страхового полиса и паспорт. Проведение ФАА-диагностики не является обязательным. Только по показаниям, если был непосредственный эпидконтакт с больным ковидом, либо после перенесенного какой-то ОРВИ инфекции недавней, можем только сделать ИФА. Также на ИФА открыта запись. В принципе, у нас жители уже об этом знают, активно записываются и приходят. Кабинеты работают, все прививочные пункты вакцинации работают ежедневно, даже в выходные дни. Стоит отметить, что сделать прививку можно в любом пункте, независимо от прикрепления. Такой возможностью воспользовалась 65-летняя Елена Романова. Она приехала из Рязани в гости к своей дочери, которая проживает в поселке Дрожино. Именно здесь, в новой южной поликлинике, Елена прошла первую фазу вакцинации. Я хочу с внуками встречаться, с ними общаться. И это опасно все время. Эта опасность уже на психику влияет. Ты начинаешь бояться к супному сходить. Вся процедура занимает чуть более получаса. За это время пациент должен заполнить анкету, побеседовать с врачом, который выявит возможные противоказания, медицинские отводы. После укола нельзя сразу же уходить. Нужно посидеть в шаговой доступности от медработников в течение 15-20 минут. Сейчас поступает вакцина, которая разрешается все возрастные категории от 18. Естественным противопоказанием является только беременной женщины и лица до 18 лет и период острых респираторных заболеваний. Как рассказала заместитель главного врача ВРКБ Елена Зинатулина, прививаться вторым компонентом нужно через 21 день. После первой процедуры в пункте вакцинации указывается следующая дата явки. Если пропустить второй этап, то устойчивый иммунитет не будет сформирован. Благодаря именно вакцине-профилактике создается иммунитет и этим самым образуются антитела, которые будут защищать наш организм от коронавирусной инфекции. И тем самым мы можем просто, медики, справиться с этой пандемией. Также в муниципалитете будет организована выездная форма вакцинации. Министерством здравоохранения Московской области нам были выделены для этого передвижные морозильные камеры, которые будут перевозиться на предприятия или какие-то организованные коллективы, куда мы будем выезжать. Мы уже составили бригаду, которая будет выезжать и вакцинировать в предприятиях. Напоминаем, что сделать прививку можно в любом пункте вакцинации по предварительной записи. В будни с 8 до 20, в выходные дни с 8 до 14 часов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.